Что представит Минский автомобильный завод на Белагро-2022? ОАО «Минский автомобильный завод», управляющая компанией холдинга «Белавта МАЗ», представил автотехнику, предназначенную для нужд аграриев, на 32-й международной специализированной выставке «Белагро», которая проходит с 7 по 11 июня 2022 года на площадке выставочного центра китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень». Экспозиция ОАО «МАЗ» включает грузовую и пассажирскую автотехнику, востребованную при проведении сельскохозяйственных работ. Линейку грузовой автотехники представила модель бортового автомобиля МАЗ-63122J8535-030 в сцепке с прицепом зерновазом МАЗ-85610303200. Бортовой автомобиль, допустимый общей массой 25 тонн, оборудован двигателем WP-10N450 экологического класса Евро-5, мощностью 393 л.с. В паре с двигателем установлена 12-ступенчатая коробка передач. Объем платформы автомобиля составляет 26 кубических метров, грузоподъемность достигает 13,3 тонн. Прицеп зерноваз с грузоподъемностью 15,2 тонн оборудован нижним откидным бортом и пневматической подвеской. Объем платформы составляет 32 кубических метров. Еще один представитель грузовой техники МАЗ на выставке седельный тягач МАЗ-544-0280-570-031 с полуприцепом зерновазом МАЗ-934700410010. Тягач оборудован двигателем WP-12.430E50 экологического класса Евро-5, мощностью 423 л.с. в паре с 16-ступенчатой коробкой передач. Полуприцеп зерноваз с грузоподъемностью 30,5 тонн оборудован нижним откидным бортом и пневматической подвеской. Передняя и задняя оси у полуприцепа подземные, а объем платформы составляет 60 кубических метров. На выставочной экспозиции представлен и бортовой автомобиль МАЗ-438121, оборудованный двигателем WP-4.1 NQ-190E50 экологического класса Евро-5, мощностью 185 л.с. На автомобиле установлена 6-ступенчатая коробка передач. Грузоподъемность автомобиля составляет более 4,8 тонн. Объем платформы 57,7 кубических метров. Кроме этого, на стенде Минского автозавода можно ознакомиться с пассажирским школьным автобусом МАЗ-257С-40, предназначенным для перевозки школьников в сельской местности. Автобус рассчитан на перевозку 31 пассажира, 29 мест предназначены для детей. Транспортное средство оборудовано двигателем WP-4.1 NQ-190E50 экологического класса Евро-5, мощностью 190 л.с. и 6-ступенчатой коробкой передач. Предприятие холдинга, Главта МАЗ, завод, Бристмаш, представил на выставочном стенде микроавтобус МАЗ-365022-343004, предназначенный для перевозки 7 пассажиров и грузов. Этот автомобиль имеет технически допустимую массу 3,5 тонн, что позволяет управлять им водителю с категорией B и освобождает от оплаты за проезд по платным дорогам. Традиционно на выставке представлен офис МАЗ-Купова 673110, ООО, завод автомобильных прицепов и кузовов, МАЗ-Купова, который можно подстроить под любое компоновочное решение, ориентируясь на нужды заказчика. Мобильный офис весьма востребован при работе на удаленных объектах в различных регионах, где необходимо обеспечить комфортные условия для переговоров. Он состоит из трех блоков, переговорного помещения, кухни и санитарной комнаты. Наполнение офиса, телевизор, ноутбук, Wi-Fi краткой, маршрутизатор, эргономичная мебель и система отопления и кондиционирования. Кухонный блок оборудован комбинированной газовой плитой с мойкой, ямкостями с водой, холодильником и шкафами для хранения и перевозки продуктов питания. Также на коллективном стенде Минского автомобильного завода представили свою технику и другие предприятия, входящие в структуру холдинга, Главта МАЗ, ОАО, КЗТШ, ОАО, ОЗАА, ОАО, ГМЗ, ОАО, ТАИМ, ОАО, БАОС, ОАО, Клетский мехзавод, ОАО, ДЭМС, ОАО, ВАЛМЕТ. Минский автомобильный завод начал работу в 1947 году. Акционирован в 2008 году, 100% акций принадлежит государству, в 2012 год стал управляющей компанией холдинга, Белавта МАЗ. Предприятие выпускает 500 моделей модификаций бортовых и полноприводных автомобилей, самосвалов, шасси, тягачей, лесовозов, прицепов и полуприцепов, кранов, спецтехники, около 15 моделей автобусов.